Но при всем при этом, вот эти проблемы, которые нам надо организовать, я к тому, что надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты они, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы. Когда уже есть возможность прийти, чтобы обслужили, все будет нормально. Но вы сделайте тогда ремонт, поставьте, и нам стыдно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого толка. Я согласна. В настоящий момент проходит обследование этого здания. Ну вот так оно проходит, и будем говорить после этого обследование. Нет, не нужно говорить после того, как раз. А зачем ешьте? Не нужно ждать этого момента, нужно уже сегодня решать. А кто мешает вам до того момента, уважаемые граждане, до того момента, как будет отреставрировано это здание, почистить дорожку, чтобы зайти в это здание? Чтобы зайти в это здание. Скажите, пожалуйста, а вы врач или вы медсестра? Вы врач или медсестра? Извините, уважаемая, я не знаю, как вас зовут, как вам? Ничего страшного. Вы врач или медсестра? Я же фельдшер. Вы фельдшер? Да. Вы где-то здесь работаете? У меня 5 человек детей, еще и внуков, и наоборот. Ну, мы будем просто зафиксировать все ваши пожелания, все ваши... Да, к вам уже говорили эти пожелания с другого времени. Все говорят, говорят опять. Все делаем, потихоньку делаем. Сразу не будет, поэтапно будем решать эти проблемы. Значит, коллеги, уважаемые, это одна тема. Я передала то, что вчера обсуждалась на совещании в Министерстве здравоохранения. Это не мое собственное и не только мое собственное мнение. Второй момент – это кадровая проблема, которая есть. Кадровая проблема есть, она есть во всех субъектах Российской Федерации. Надо нам с Павлом Геннадьевичем, с Алексеем Станиславовичем, мы уже дали поручения Департаменту труда и занятости. С тем, что мы будем активно участвовать во всех ярмарках, на всех мероприятиях, ездить по всем близлежащим медицинским академиям. Будем привлекать врачебные кадры и заниматься формированием среднего звена. Среднее звено. Министерство здравоохранения. Вчера мы узнаем о том, что у нас есть медицинский колледж во Владимирской области. Выпуск из этого медицинского колледжа произошел летом. До сих пор во Владимирской области нет информации о трудоустроенных специалистах среднего звена. Оказывается, в медицинском колледже обучаются во Владимире. Обучаются люди на 80% не из Владимирской области. И мы с этим тоже будем разбираться. Вы обращаетесь ко мне таким образом, что я золотая рыбка, я должна сделать вам все. Ну и власть. Мы должны вместе работать. Именно поэтому я говорю о том, что мы должны работать вместе. Поэтому на сегодняшний день вот эта ситуация со средним медицинским персоналом, она тоже входит в зону нашего внимания, жесткого контроля. Мы будем понимать, сколько нам нужно среднего медицинского персонала. Мы будем его активно обучать и поставлять. Следующий вопрос – это повышение квалификации и переподготовка кадров. С учетом меняющейся картины, это происходит тоже во всех субъектах Российской Федерации. Где-то появляется избыточно одних специалистов, где-то есть острый недостаток других специалистов. Во всех субъектах Российской Федерации. И вчера Яковлева замминистра это подтвердила, что везде не хватает федиаторов. Значит, мы будем заниматься переподготовкой кадров и переобычеванием специалистов. Это однозначно. Врач, который не проходил по уровню квалификации в минимальное количество времени, мы это тоже поставим на учет и проведем аттестацию. Это, так сказать, недопустимая ситуация всего. Надо обязательно к этому стремиться. Что касается взаимодействия в решении вопросов здравоохранения между общественностью, между гражданами, властью и врачебным и медицинским персоналом. Могу сказать лишь следующее. Что если мы работаем все на одну цель – улучшить здравоохранение, получить качественную медицинскую услугу, моделировать ситуации, возникающие… Вот поменялась одна ситуация. Нам нужно создать новую модель и отработать ее в полном формате. Если у нас будет конструктивный диалог, мы будем двигаться. Если у нас не будет конструктивного диалога, значит, мы двигаться никуда не будем. Мы будем так и сидеть в стенах, не отремонтированных, либо проблемных, либо конфликтных. Еще раз хочу высказать свое мнение. Врач и конфликт – это несовместимые два понятия. Врач – это человек, который несет здоровье, помощь гражданам, и который 24 часа в сутки находится в контакте с жителями. Поэтому вот я была здесь, в этой поликлинике, наверное, месяц, ну, может быть, даже меньше, чем месяц назад. И мы обратили внимание, по-моему, вот мы с вами разговаривали, да? Никак, нет. Нет, нет, не с вами. Вот, извините, я не знаю имя, отчество. Татьяна Николаевна. Мы с Татьяной Николаевной, она узнала о том, что мы приехали сюда с рабочей группой, мы зашли с Юлией Владимировной Арсениной. Я сразу обратила внимание, что очень много каких-то вот вещей всяких, все остальное и прочее. Мы с Татьяной Николаевной поговорили с Татьяной Николаевной. Ну, это надо как-то потихонечку убирать, потому что люди приходят, у людей складывается ощущение некомфорта, тем более, если они съездят в какую-нибудь поликлинику где-нибудь там в другом городе и увидят, что она чистая, аккуратная, что есть открытая регистратура, они приезжают сюда, у них возникает, конечно же, недовольство. Вы можете со мной не соглашаться, но я это вам говорю так, потому что разговариваю с жителями. И вы даже сами того не понимая, вы не понимаете, вы даже не можете представить, насколько эффект от вот этой закрытой решетчатой регистратуры сегодня влияет на граждан, влияет коллеги, влияет, плохо влияет. Людям не нравится, когда с ними разговаривает администратор через вот эту решетку. Мне нравится. И потом, сегодня цивилизация, у нас уже люди отвыкли от вот этих вот пухлых карточек медицинских. Люди сегодня уже привыкли к тому, что это все есть в интернете. Давайте двигаться к этому. А сейчас я вот на то замечание нашего уважаемого фельдшера по поводу маршрутизации. Да, эта проблема известна. Мы ее обсуждали о том, что транспортное сообщение Струнина-Александров, решаем его. Но помимо этого, вот мы проговорили с Любовью Евгеньевной о том, что у нас есть возможность каких-то дополнительных мероприятий. Я попросила подумать ее о том, чтобы она сделала, например, даже для пожилых людей, для ветеранов маршрутизацию продумать при необходимости доехать от больницы Струнина-Александров. Любовь Евгеньевна, может, вы скажете так за слово, какие есть варианты? Деньги.